Привет, просветители! На прошлой неделе депутаты Госдумы попытались решить практически все вопросы российского образования разом. Ну, как минимум, самые основные. В этом ролике разберемся, что запретили, что добавили, какие золотые горы наобещали. Безусловно, главная новость это законодательный запрет использования телефонов на уроке. И впервые за очень долгое время интернет-общественность скорее поддержала законодательную инициативу, связанную с образованием. Интернет-общественность из одноклассников и дзена. Это важно подчеркнуть. У меня вот в телеграме едва ли не самым популярным был комментарий. А что, ими раньше можно было пользоваться? Этот вопрос тоже разберем. Депутаты довольны, господин Кравцов помалкивает, а аудитория одноклассников готова в пляс пуститься. Теперь-то, наконец, детки будут учиться. Еще бы интернет запретить. А вот для меня эта ситуация очередное доказательство абсолютной беспомощности Министерства просвещения и полной оторванности от реальности российских политиков. Попытаюсь объяснить. Образование это системный процесс. Его успех во многом зависит от того, насколько плавно соединяются все части. Не случайно в новых федеральных стандартах так много говорится о преемственности. Уже в начальной школе выстраивается определенная траектория. В роддом. Тут вектор развития. В армию. Которого будут придерживаться на протяжении 11 лет. Начальная школа плавно перетекает в среднее звено, а то в свою очередь в старшее. И этому способствуют единые учебники, образовательные цели, компетенции и так далее. Не забивайте себе голову, все эти красивые слова ничего общего с реальностью не имеют. Когда на бумаге новые программы для средней школы немыслимы, без тех знаний, умений и навыков, которые сейчас получают дети в началке. Ну, раньше-то все мы учили неправильно. А в итоге некоторые восьмые классы переводят на совершенно новую программу, игнорируя тот факт, что 7 лет до этого дети учились по совершенно другой системе. Я понимаю, что да, безусловно, преемственность и последовательность во главе угла. Когда на каждом углу кричат о единых учебниках, а в итоге новым супер-бупер программам соответствует полностью только один, это даже не смешно. В Кравцов все говорит про новую суверенную систему российского образования. Наверное, имеют в виду независимую и свободную от учебников люди. Ну, а какой серьезной, научной, системной работе может идти речь, когда новые программы в школе уже года два, а новые учебники Министерство просвещения обещает? К 2025 году! Ребята, сегодня мы учимся прыгать с 10-метровой вышки. И что, что воды и бассейна нет? А программа есть. Жорик, а ты, похоже, самый умный. Полезай, будешь первым прыгать. Эм, над приземлением надо будет еще поработать. Зато брызг нет. От воды. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Когда программы расписания готовы менять просто потому, что политики решили, что общественность этого ждет, ты осознаешь, что ни о каком серьезном научном процессе речи не идет. Кому-то в думе показалось, в кабинете президента не понравилось. Ну, все, меняем. На днях прочитал просто потрясающую статью, в которой рассказывалось, как один из новых учебников проходил апробацию. Держитесь за стулья. Четыре дня. Вот что об этом думают профессионалы. Не из Министерства просвещения. Следует обратить внимание, что апробация учебников, учебных пособий предполагает комплексное изучение практики использования в образовательном процессе, в образовательных организациях учебников, в том числе изучение всех разделов и тем, представленных в учебнике. В связи с этим сроки проведения процедуры апробации учебников составляют не менее одного учебного года. В нормальном мире. А мы вот за четыре дня управились. Однако выбранный период апробации, 14 и 17 июля, попал на каникулярное время, а из четырех дней два дня являются выходными, что не позволяет провести оценку результатов проведения апробации учебников. Новый единый учебник. Для всей страны решили протестировать летом выходные. В итоге два дня. Нет вопросов. А потом, когда и в этом учебнике найдут ошибки, ну как в учебнике истории для 10-11 классов, его тоже через два месяца отправят на доработку. Ничего страшного. Денег в бюджете много. К чему я веду? Прежде чем что-то серьезное менять в системе образования, нужно рассмотреть проблему со всех сторон, а не только умное лицо строить. Мешают ли некоторым школьникам телефоны на уроках? Безусловно. Отвлекается ли часть учеников во время занятий на няшные смартфоны с френдами? Естественно. Значит, нужно запретить телефон на уроке и проблема решена. Да. В мире бабы Люды из третьего подъезда и Вячеслава Володина из Госдумы. Уж насколько оторваны от школы кравцов с товарищами, но даже они, когда речь зашла о полном запрете смартфонов на уроках, заявляли. Конечно же, для учебных целей, когда учитель сам просит использовать телефон, все останется без изменений. И другого ответа сложно было ожидать. Ну хотя бы потому, что в учебниках, презентациях, спущенных вот оттуда, учеников просят пройти опрос, перейти по ссылке, отсканировать QR-код. Проходит буквально неделя и пункт о том, что для учебных целей телефон можно использовать, вычеркивают. Только угроза жизни и здоровью позволит достать любимый айфончик. Внимание, вопрос. Чиновники из министерства и лично Сергей Сергеевич Кравцов пытались депутатам объяснить, что наша современная система образования с разговорами о важном и прочими прелестями, По мысли ее же создателей, предполагает использование телефонов. Вы же сами упорно загоняли учеников и учителей в интернет, а сейчас нельзя. Депутаты запретили. Это к вопросу о последовательности и системности. С другой стороны, в 22-м году сам Кравцов заявлял, что пользоваться телефонами нельзя по санпинам. Вредное излучение. А потом сам же сказал, что для учебы можно. Понимаете, там просто такое умное излучение, что оно работает только тогда, когда ты в Телеграме сидишь. Правда, правда. Но это, как говорится, только цветочки. Ждать какой-то логики и последовательности от этих людей довольно странная затея. Обратим лучше внимание на другого слона в комнате. В некоторых российских школах нет учебников. Я про это видео снимал. А Валентина Матвиенко даже на всю страну заявила, проблема есть. А я надеюсь, вы понимаете, что когда подобные люди что-то такое озвучивают, это значит, что ситуация реальный трэш. И учителя, чтобы как-то справиться с этой проблемкой, просят учеников использовать электронные версии на планшетах или телефонах. Но, понимаете, без учебников сложновато на уроке. Теперь же этот лайфхак для самой укомплектованной школы в мире официально запрещен. И у многих подростков возникают вполне логичные вопросы. Дальше несколько комментариев из моего телеграмма. Да-да, и та самая географичка, которая на уроке просит достать телефоны, чтобы посмотреть в интернете необходимый материал для практической работы. Для многих школ использовать телефон, планшет вместо бумажного учебника было нормой. Само министерство просвещения требовало на некоторых уроках использовать телефоны. Опять же, полный идиотизм. В школе по всей параллели по некоторым предметам нет ни одного учебника. По некоторым их буквально пара штук на класс. Учителя нас сами просят достать телефон и открыть там учебник-задание, который они скинут. По этому новому закону это будет запрещено. Вопрос. Теперь преподавателю учебному заведению будет наказание за то, что государство не способно обеспечить все школы учебниками и приходится так выкручиваться? А если половина учебников была в электронном виде в телефонах, то теперь школу учебниками обеспечил? А, ну да, это другое. О том, как будут учиться дети в школах, где учебников не хватало, история, как говорится, умалчивает. Но не волнуйтесь, проблема точечная. Во всяком случае, так утверждает Сергей Кравцов. Что меня порадовало, и на этот вопрос Госдума дала ответ. Нет, лучше бы не давали. Если на уроке нужно будет использовать интернет или тот самый электронный учебник, можно будет воспользоваться школьным планшетом. Ээээ, я даже не знаю, в каком мире живут эти люди. Очевидно, не в нашем, но зато в очень хорошем. Обычно в таких ситуациях я привожу в пример деревенские школы. Но тут даже не знаю, кому веселее. В селе Кукуева с пятью ноутбуками на все здание. Или в гигантской школе в Челябинске на несколько тысяч человек. Школа планшетами обеспечит. Эээ, даже не сомневаюсь. Я правда не знаю, нужно ли здесь что-то комментировать. Школа, которая не может закупить учебники, даст каждому ученику по планшету. Не, ну не каждому. Иногда будут меняться. Например, на этой неделе математика с учебником у Ашек, на следующей неделе у Бшек. А, в школе 11 параллелей и еще не по два класса. Я, когда подобные вещи озвучиваю и разжевываю, мне кажется, я вас унижаю. Типа, за дураков держу. А потом смотрю, что у нас политики об этом даже не задумываются. И, да не, возможно, это все же эксклюзивная информация. Узнать, готовы ли все российские школы обеспечить учеников учебниками и гаджетами, а только потом вводить запреты. Нет! Запретить и скинуть реализацию на школу. Совсем другое дело. Ну и, наверное, чтобы доказать, что депутаты совсем другим воздухом дышат, кто-то предложил ввести запрет уже с 1 января. Наверное, чтобы даже теоретически у школы не было возможности купить учебники и планшеты. Их никто и не планировал закупать, естественно, но могли хотя бы дать время для вида. Ну, вдруг директор золотой антилоп поймает. В комментариях обязательно скажут, да кто это будет соблюдать. И если учебников и планшетов нет, в любом случае все будут использовать телефоны. И вы правы. Но есть такой маленький, вот малюсенький буквально нюансик. Это до первой жалобы. Потому что теперь это нарушение федерального закона. Все, мы уже не про школьный устав говорим. В общем, тут все как обычно, держат планку. Молодцы. Вторая новость. Труды возвращаются. Теперь уже официально с 1 сентября. Странно, что и здесь не обязали вот буквально со следующей недели ввести. Удивительная щедрость. На этом канале мы уже обсуждали с вами появление этого урока, поэтому повторяться не вижу смысла. Гораздо интереснее аргументация, с которой Дума торжественно труды в расписание включила. Труд никого еще не испортил. Когда мы говорим, есть талант, талант без трудолюбия. Проспят на диване, размотают. В итоге даже самый талантливый ребенок окажется в ситуации тяжелейшей. Да, именно урок труда в школе, который зачастую может похвастаться только молотком и веником, спасет молодежь. Искренне сочувствую всем тем, у кого не было трудов, а была вот эта презренная технология. В смысле, в вашей школе-то и были уроки труда, просто название другое. Ну название-то другое. Потому что у него нет того, что мы говорим, должно появиться еще в юном возрасте. Меня одного смущают такие паузы после каждого слова. Хотя, возможно, если с депутатами по-другому говорить, они информацию не успевают обрабатывать. У него должны быть навыки, трудолюбие. И школьник, выходящий из школы после всей внеурочки в пять часов вечера, люблю лениться. Ну и, конечно, когда речь идет о ребятах, о девочках, надо готовить взрослой жизни. Учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже. А у будущего мужа лапки? До свадьбы он, я так понимаю, голодать будет? Каждому человеку полезно уметь заботиться о себе. Не, как-то очень по-западному звучит. Жена должна готовить борщ мужу. Может, сразу уж борщеварение введете? Учить держать молоток, либо пускай это будут какие-то новые технологии. А для новых технологий у нас как бы урок технологии был. Есть. Там и готовить, в общем-то, учили. Ну, кому это интересно? Не волнуйтесь, кто на уроках технологии просто писал бесконечные конспекты, вы теперь то же самое будете на трудах делать. Потому что если у школы нет материально-технической базы, то просто от волшебного слова «труд» станки и плиты не материализуются. Проверял. Проверял. Труд. С другой стороны, у нас же у школ есть новые планшеты практически для каждого ученика. В мире чиновников и депутатов. Так что уж для труда все найдется. Потому что в жизни они пригодятся, надо думать о нашей второй половине, о женах. А какой мужчина, если у него нет навыков труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни. Поэтому все это отражено в нашем законе. Это также просьба всех родителей. Только если кого-то пугает слово «труд», наверное, сам он растерял какие-то качества. Не уверен, что людей именно слово «труд» пугает. Тут скорее два вопроса. Первый. Где и чем будут дети заниматься? В тех школах, где кроме плаката на стене и портрета президента, ничего нет. А второй. Уроки труда и уроки технологии. Как два отдельных предмета. Действительно жизненно необходимы в рамках современного перегруженного расписания. Сплошные вопросы. Но зато борща навернем. В смысле школа номер два не прошла проверку и детям не разрешили пользоваться плитой. А в школе номер один вообще плиты изначально не было? Ну, пусть снег убирают. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если готовы поддержать меня, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, доступен эксклюзивный контент. Допустим, все записи моих стримов именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну, а я встречусь с вами на следующей неделе в 17.00 по Москве в моем новом видео. Все как обычно. Всем хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова